Иный развивающий журнал, тема выпуска «Сутки и дни недели». Привет! Сегодня мы приглашаем тебя совершить увлекательное путешествие с ребятами Тимуром, Соней, Ваней, Ирой и Тимофеем. Как отважные мореплаватели, они отправляются в путешествие по далёким морям. Они приглашают тебя с собой. Готов? Тогда в путь! Здравствуйте, друзья! Я мудрый старец и живу на этом волшебном острове. Спускайтесь ко мне, я многое могу вам рассказать. Сегодня я поведаю вам о том, что такое день и ночь, что такое сутки и дни недели. Слушайте внимательно. Наша Земля поворачивается к Солнцу то одной, то другой стороной. И там, куда на Землю падает солнечный свет, становится светло и наступает день. А там, где в это время темно – ночь. Так происходит смена дня и ночи, потому что Земля всегда вращается вокруг своей оси. В сутках есть не только день и ночь, но ещё утро и вечер. Теперь давай понаблюдаем, что происходит с природой за одни сутки. Нажми на картинки и послушай стихотворение. Утро Над рекой заря встаёт, на дворе петух поёт. Умываются котята, просыпаются ребята. День Солнце в небе высоко, до заката далеко. Зёрна в норку тащит мышь, учит азбуку малыш. Вечер Солнце красное зашло, белка прячется в дупло. Дрёма в гости к нам идёт, сказка – ночь. В небе звёздочки горят, птицы спят и рыбки спят. Спят цветы в саду на грядках, ну а мы в своих кроватках. Мудрый старец также сказал ребятам, что семь суток составляют неделю. То есть в неделе семь дней. Каждый день недели имеет своё название. Дни недели один за другим в определённом порядке сменяют друг друга. Порядок этот никогда не меняется. Послушай стихотворение про дни недели. В понедельник я читала, а во вторник подметала. Помогала маме в среду, суп сварила я к обеду. А в четверг я торт купила, чашки в пятницу помыла. А в субботу, в воскресенье, в выходные дни недели, я подружек позвала на день рождения. Продолжение следует...